Любая страховая компания, рискнувшая застраховать жизнь и здоровье известного актёра Джеки Чана, давно бы обанкротилась. Это неудивительно, за свою карьеру Джеки получил около трёх тысяч травм. Перечислить все, конечно, невозможно, поэтому остановимся лишь на некоторых. Первую травму на съёмочной площадке 19-летний начинающий актёр получил ещё в 1973 году. Причём, досталось ему от самого Брюсселя. Во время съёмок фильма «Выход дракона», где Джеки Чан играл эпизодическую роль охранника подземелья и даже не значился в титрах, Брюсс нечаянно ударил молодого партнёра деревянной палкой в левый глаз. К счастью, все обошлось, зрение Джеки Чан не лишился. 1978 год. Фильм «Змея в тени орла». Во время постановочного боя Джеки схватился рукой за меч. Оружие должно было быть бутафорским, но оказалось почему-то самым настоящим. Хлынула кровь, причём режиссёр решил, что так должно быть по сценарию и продолжал съёмку. В том же 1978 году снимался фильм «Пьяный мастер». Джеки неудачно упал и повредил глаз. Пришлось даже делать операцию. 1983 год. Проект А. Падение с восьмиметровой высоты закончилось переломом пяти ребер, носа и тяжёлой травмой шеи. Несколько месяцев актёр не мог даже поворачивать голову. 1985 год. Полицейская академия. Неудачный спуск по шесту с высоты пятого этажа. Джеки Чан едва не лишился жизни, сломаны два позвонка, повреждён таз. Два месяца каскадер провёл в больнице. Многие даже предполагали, что остаток жизни Джеки проведёт в инвалидном кресле. 1986 год. Доспехи Бога. На съёмках этого фильма Чан получил, пожалуй, самые тяжёлые травмы в своей карьере. Он упал с высоты шесть метров вниз головой. Итог падения – трещина черепа и внутреннее кровоизлияние. В голову была вшита пластина, а левым ухом актёр с тех пор практически не слышит. 1993 год. Криминальная история. Джеки оказался зажат между двумя автомобилями. Закончился трюк печально перелом обеих ног и три месяца в больнице. Но Джеки не унывал, едва выйдя из больницы, он повторил тот же трюк, на этот раз удачно. В 1995 году, когда снимался фильм «Разборка в Бронксе», Чан сломал лодыжку и пальцы на левой ноге. Съёмки пришлось прекратить. Но ненадолго. Выход был найден, на гипс надевали носок, который был раскрашен под кроссовок. 2005 год. Фильм «Миф». Здесь Джеки Чану не повезло несколько раз, он падал с лошади, серьёзно повредив спину. А в другом эпизоде актёру просто проткнули штыком ладонь насквозь. Даже этого, далеко не полного, списка травм достаточно, чтобы понять, жизнь актёра экстремала часто висит на волоске. Но Джеки Чан не унывает, в 1963 году он по-прежнему в строю, а кроме карьеры в кино успевает ещё заниматься благотворительностью, петь песни и даже выпускать диски с их записью.